мое почтение джентльмены 9 мая этого года непотопляемый святослав гуляев решил поздравить все человечество пятой частью своей игры гульман в новой части этой мега франшизы гульман возвращается к истокам это больше не линейный шутер от первого лица в котором игрок вместе с гульманом борется с террористами в дебрях амазонки дабы обезвредить бомбу заложенную под древним храмом которая будто отсылка к ружьям бандерчука растворяется в сюжете игры и гульман ее так и не находит вместо продолжения этой запутанной истории в пятой части гульман вновь принимается за поиск артефактов ебать их в коромысла ой простите едрить их в корень конечно же пятая часть выполнена лучших традициях жанров шутер адвенчер и квест в открытом мире нововведением стала возможность выбора вида играть можно как от первого лица так и от третьего пытливые умы конечно же догадались сложив уме 2 плюс 2 что имя гульман образовано от фамилии гуляев то есть персонаж гульман это альтер эго святослава вопрос за что вы так себя не любите святослав сюжет в начале 21 века техническая революция привела к массовым увольнения безработицы и падению уровня жизни на волне недовольства среди мало образованных слоев населения стало широко распространяться радикальное учение террористической организации мученики 8 марта самые могущественные страны стремясь снизить расходы на армию стали нанимать людей готовых служить за небольшие деньги так оказавшиеся в их числе террористы получили доступ к новейшему вооружению и ядерному оружию 29 августа 37 года радикалы нанесли ядерные удары по крупнейшим городам россии и сша видимо перед написанием сценария святослав очередной раз пересмотрел терминатора к 39 году мученики 8 марта уже контролировали большую часть планеты земля остатки элиты во главе с верховным правителем земли 37 год похоже святослав ван гует в общем элиты решает бежать на луну гульману дают задание спасти с острова облюбованного террористами произведение искусства и эвакуировать их на луну прибыв на остров гульману предстоит обшаривать все возможные постройки будь то дома склады военные базы и все такое прочее каждый объект принадлежит какому-либо деятелю террористической ячейки натыканы эти постройки с курортной плотностью и друг от друга находятся в шаговой доступности в игре задействован весь классический набор инструментов озвучка 15 летней давности звуки выстрелов записаны из китайских игрушек и психоделические звуки записаны из колодца зацикленные в качестве звукового сопровождения благо что этот небесный саундтрек периодически зависает и дает вам поиграть в тишине враги также в основном классические солдафоны на этот раз с тюрбанами на головах но под ними все те же хорошо знакомые по четвертой части лица помимо традиционного уже босса вертолета на острове также можно встретить танки и я считаю что эти два иса 4 самая настоящая отсылка к world of tanks святослав как будто показывает всю примитивность и никчемность этой игры через призму танков которые не могут попасть по врагу в упор гульман всем своим видом показывать что вертел он world of tanks ну а то что танк можно убить голыми руками это не иначе как привет дэнию вавру и его симулятору средневековья kingdom come deliverance где безорожного человека в ночнушке нельзя убить мечом с одного удара зато рыцаря в доспехах можно забить кулаками все артефакты в игре ядрить их в корень срисованы с реально существующих таким образом святослав гуляев как художник пытается пробудить в людях интерес к искусству также святослав осваивает методику разрушения ожиданий вот находите вы подводный бункер стену в которой нужно взорвать взрываете и и и за ней видите не клад не сокровище не артефакт в корень его а еще одну стену которую нужно взорвать и за ней я еще меньше ожидал увидеть еще одну стену для взрыва это гениально в пятую часть завезли гибкую систему кастомизации оружия это ответ святослава игре в бульфенштейн ю колоссус для апгрейда пушек как и в новом колоссе нужно искать наборы инструментов лично я советую прокачивать дамаг автомата чтобы в один прекрасный момент начать раздавать врагам ваншоты в игре есть два режима сложности стандартный и высадка в нормандии видимо из-за названия харда выход игры и назначили на 9 мая ибо других отсылок ко второй мировой в игре нет помимо сложности в игре присутствует гибкая система настроек графики чтобы насладиться игрой была возможность даже у тех кто играет на счетах своей бабушки вы уже наверняка заметили рисунки взрывчатки канистры предохранителя и скрижали в верхнем правом углу и вам до усрачки интересно узнать что это дело в том что для прохождения объектов и добычи артефактов вам придется собирать ключи от дверей сейфа включать электричество заправлять генераторы и открывать древние храмы с крижалями в этом плане гульман сделал большой шаг вперед кодовые замки также могут доставить проблем учитывая что пароли иногда лежат на бумажках хитро спрятанных в темной комнате неприятным сюрпризом стало наличие в игре нескольких турелей чрезвычайно сильной убойности проходя лабораторию будьте особенно бздительны также гульман 5 вобрал в себя все лучшее из нового god of war а именно backtracking собрав 4 ядритых в корень артефакта игроку каждый раз предстоит бежать к катеру чтобы их в него выгрузить ибо больше четырех артефактов гульман носить с собой не может в конце игроку предстоит заправить катер с помощью оставшихся канистр и сразиться с финальным боссом огромным человекоподобным роботом я считаю что таким образом святослав хотел выразить свое отношение к фильму тихоокеанский рубеж так что босс хоть и выглядит эпично но как и фильм говно полнейшее купить игру вы можете в стиме всего лишь за каких-то жалких символических 315 рублей но помните что игра содержит элементы насилия и экспрессивную лексику поэтому не предназначена для людей полное прохождение занимает около четырех часов в зависимости от выбранной сложности ну и под занавес ловите пост скриптум недавно святослав обрадовал всех фанатов новостью о том что он встречался с александром пистолетовым и и обсуждал с ним разработку шестой части игры вполне возможно что мы впервые за франшизу увидим кооперативные похождения гульмана и болтотряса а на этом в общем то все обязательно пишите что думаете обязательно что-нибудь жмите под этим видео и все такое что-нибудь и и и и и и и и